Константин Милихан, вот такая бабушка. Раньше Рогов очень стеснялся своей бабушки. Она его своим внешним видом раздражала. Ходит все время с зонтиками в шляпки с вуалей. Но так стыдно было, что он даже кричал на свою бабушку. Ну чего ты за мной ходишь? Я что, первоклассник? Он всем на нее жаловался. И тут ему кто-то посоветовал спортом увлечься, чтобы от ее персональной опеки избавиться. Выбери, говорит, такой вид спорта, где в хоккей играют настоящие мужчины. Вот Рогов однажды и говорит бабушке. Все, теперь я хоккейный вратарь, и за мной больше не ходи. Хорошо, говорит бабушка, я не буду за тобой ходить, а буду за тобой стоять. Встала она за воротами Рогова и подсказывает ему. Далеко не выкатывайся, угол, угол прикрой, дубина! Рогов говорит судье, игра становится неинтересной. Я из-за бабушки не от лишай, но пропустить не могу. Судья говорит, да, такой хоккей нам не нужен. И чтобы бабушка зря в альпе не валяла, судья поручала зажигать с воротами красную лампочку. А пока бабушка за этой лампой домой бегала, Рогов кучу шайб пропустил. Ребята-хоккеисты говорят, бабушка, а может вы с нами согранете? А то ваш лук дырявым оказался. С превеликим удовольствием я умею играть в лото. А в хоккей умеете? Не знаю, не пробую. Ну, на воротах постоять можете? Это да, говорит бабушка. Всю жизнь у дверей простояла. То детей ждала, а теперь вам внука. А клюшка у вас есть? Тут бабушка немного обиделась. Что я? Бабьега, чтоб с клюкой ходить. Мне зонтика достаточно. А маска? Маска есть. Из кефира. Я ее прислок на лицо накладываю, чтобы утром красивый выглядит. А ловушка и ловушка есть. Она у меня под кроватью стоит. С куском сыра. Мышеловка называется. А вы что же вы шайбу будете ловить? А в сумочку, говорит бабушка, я с ней никогда не расстаюсь. Даже в бане сумочка моется. У меня же в ней облигации хранятся. И лотерейные билеты за последние пятьдесят лет. Вот встала бабушка в воротах. В левой руке зонтик, в правой сумочке. Начала шайбу в сумочку ловить. Причем обратно уже не отдаем. И ребята стали бояться бросать по ее воротам. Через несколько часов бабушка говорила. А может я в поле поиграю? Чего-то я замерзну на воротах. А кто же стоять будет? Спрашивает судья. Да я быстро. Разочек в атаку сбегаю. И назад. А толкаться умейте? А как же, милый мой. Всю жизнь вечередяга в трамваях протолкалась. И вот бабушка пошла в атаку. С зонтиком она толкала, а перед собой шайбик. А сама выделила всякие восьмерки, ласточки и другие кренделяки. А поскольку никто из команды противников не был знаком с такой манерой игры, то они сразу же напропускали кучу шайб, все, которые были у бабушки в сумочке. И тогда игроки бабушки на команды кинулись обнимать бабушку, говорить ей в молоток, целовать, бить руками по плечу и крышками по ногам. Лучше бы я не забивала, подумала бабушка, когда ее стукнули по шляпке. Но это уже не главное. Главное, что после этого Рогов стал очень гордиться своей бабушкой. Он так и говорил, бабушка у меня все умеет. И уроки за меня делает, и фоккей за меня играет, и скоро, говорит, телевизор за меня смотреть будет. В общем, бабушка у меня вот такой парень.